Улица Победы в Кировском районе Самары. Сотни квадратных метров здесь незаконно занимал продуктовый рынок. Киоски отсюда по решению городской администрации начали вывозить еще в начале года. Но самодельные прилавки со временем появились снова. Овощами и фруктами торгуют, как правило, без каких бы то ни было документов, за что продавцов и штрафуют. Кого на 2000 рублей, кого на 4. Стоит он того, как считаете? Нет, конечно. Я поэтому без настроения сейчас стою. Я даже не знала, что такая вот катавастя получается. Сама в шоке. Если бы я знала, я бы сюда не приходила работать. Смело высказывают свою позицию здесь лишь те, кто более-менее уверен в качестве своего товара. Свежими продуктами могут похвастаться далеко не все. Вот перемороженные подгнившие персики, а вот перец, покрытый плесенью, а виноград первыми пробуют местные воробьи и голуби. По словам покупателей, такой рынок их не устраивает, хотят перемен. Цивилизованно, вот в этом месте, ну чтобы вот, ну как вот на металлурге, павильончики закрыты все, вот как на хлебзаводе. Все будет чище, и такой грязи не будет. Вот эти коробки, вот это все. Надо вернуться к судьбе этого рынка, но опять-таки хочу сказать, что вопрос должен решаться исключительно в правовом поле. Все должно быть законно. Сейчас это незаконная торговля. Пока задача поставлена ликвидировать ее. Спускать это дело на тормозах в районной администрации не намерены. Штрафовать продавцов или нет, будет решать административная комиссия. Но если незаконная торговля не прекратится, товар конфискуют. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.